На ваших экранах программа «Вызов принят» и Марина Комиссарова. Здравствуйте! Сфера человеческих эмоций и чувств – одна из самых сложных. Как часто под влиянием собственного гнева, ревности, обиды люди совершают непоправимое и становятся героями криминальных хроник. Примеров не становится меньше. Один из подобных случаев рассказал в очередной раз следователь Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета России. 7 сентября 2016 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 по факту обнаружения трупа мужчины в одном из заброшенных дачных домов с доводческого товарищества «Комета», который расположен у нас в поселке Сысоево города Рязани, по части 1 статьи 105, то есть по убийству. В ходе предварительного следствия было установлено, что данный мужчина, погибший, является лицом без определенного места жительства, который временно проживал в одном из заброшенных дачных домов, который не имеет адреса, и установить его местонахождение в данном доме возможно только при применении географических координат, то есть посредством компаса или иных средств, которые могут нам такие географические координаты дать. Проживал в данном доме он также с другим лицом, который является без определенного места жительства, и в один из вечеров, а именно в ночь с 6 на 7 сентября 2016 года, между ним возник конфликт в ходе распития спиртного на почве ревности, и в ходе данного конфликта один из данных лиц нанес другому ножом один удар в область сердца, от которого через непродолжительное время мужчина скончался на месте происшествия. Наутро данный труп был обнаружен, и в ходе неотложных следственных и оперативных мероприятий лицо, виновное в совершении данного преступления, было установлено. С ним был проведен комплекс первоначальных следственных действий, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, вину признал, и в настоящее время в отношении его избранных мер пресечения в виде заключения под стражу. Наутро труп обнаружили. О нем сообщила женщина, из-за которой, собственно, и произошла ссора. Подозреваемого задержали, и он рассказал следователям обо всех обстоятельствах случившегося. В ходе предварительного следствия выяснилось, что главным мотивом преступления стала ревность. У всех людей тоже есть какие-то чувства, поэтому была женщина, и на фоне ревности к ней, у одного к другому, соответственно, возникли такие неприятные отношения. Еще один пример того, как человек теряет контроль над собой и теряет человеческое лицо, привел старший следователь Артем Батько. Он расследует особенное дело. Должник по алиментам жестоко избил двух девушек судебных приставов при исполнении, когда те пришли к нему, чтобы напомнить о его обязанностях. Было установлено, что виновник происшествия имел задолженность алиментную, то есть не выплачивал бывшей супруге денежные средства на содержание совместного несовершеннолетнего ребенка. В связи с этим у судебных приставов имелось исполнительное производство по взысканию денежных средств. По требованиям, телефонным требованиям явиться к судебным приставам для дачи объяснений, представления документов, по какой причине он не выплачивает налоги, а также на письменное извещение, виновное лицо не являлось. Судебными приставами было принято решение навестить его по месту проживания. И в один из дней, в начале лета этого года, они прибыли по адресу, где с разрешения матери виновного лица зашли в квартиру и объяснили причину их нахождения. Также представились, предъявили служебную среднюю, как положено. На встречу приставам из своей комнаты вышел мужчина-должник. Девушки пояснили ему, зачем пришли, попросили расписаться в извещении и попытались выяснить причину, по которой он уклоняется от уплаты алиментов. Лицо, совершившее преступление, стало агрессивно себя вести, кричать, выражаться нецензурной бранью. В результате чего одним из судебных приставов было указано о том, что если он не успокоится, она будет вынуждена вызвать сотрудников полиции. Данное сообщение, соответственно, виновника еще больше разодорило. И он, можно так даже сказать, что с особой дерзостью и цинизмом стал причинять двум девушкам, которые находились при исполнении служебных своих обязанностей, телесные повреждения, нанося им удары кулаками по лицу, телу, различным частям тела, в том числе. В итоге данного избиения девушкам все-таки удалось выбежать из квартиры и вызвать сотрудников полиции. Все это время мать злоумышленника пыталась ему помешать, но безуспешно. Преступника задержали, предъявили ему обвинение по факту применения насилия к представителям власти, опасного для жизни последних. Для него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования вины задержанный не признал и всячески противодействовал следствию. Между тем, его вину доказали, и дело сейчас находится в суде. Как правило, за неповиновение, невыполнение требований сотрудников правоохранительного органа предусмотрена административная ответственность. Как правило, лица этому и подвержены. Случаев того, что применяется насилие, их не так много. Но они в любом случае все доводятся дела до суда. Уголовные дела, расследование уголовных дел заканчивается рассмотрением дела в суде. Но по данным статьям редкий случай, когда в отношении лица, совершившего преступление, избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Он на момент совершения преступления не находился ни в состоянии алкогольного, ни наркотического опьянения. Данным лицом, склонным, скажем так, к употреблению алкогольной продукции или иных наркотических психотропных веществ, он не является. То есть, ранее он официально работал, был трудоустроен. В связи с сокращением был, скажем, уволен с работы. И на период, когда к нему пришли сотрудники, он не был трудоустроен официально. Каждый работодатель хочет, чтобы его работники были благонадежными и честными людьми. Обычно выявить негативные стороны будущего сотрудника работодатель пытается на собеседовании или путем запроса характеристик с прошлых мест работы. Но не всегда таким образом можно выяснить темные пятна в биографии кандидата. Поэтому в последнее время довольно часто при приеме на работу потенциальным работникам предлагается пройти полиграф. В народе детектор лжи. Хотя прежде всего полиграф – техническое средство, используемое в деятельности силовых структур. Необходимость выявления лжи возникла с того момента, когда человек начал объединяться в сообщество. Первый практический опыт применения подобных инструментов в целях выявления лжи принадлежит известному итальянскому криминалисту Чезаре Ламброзе. Уже в 1881 году при проведении допросов подозреваемых в совершении преступлений он использовал гидросфемограф – устройство, с помощью которого на диаграмму фиксировались изменения кровяного давления, допрашиваемого, что позволяло проводить в дальнейшем их детальный анализ. Современный полиграф регистрирует параметры дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и других физиологических параметров с последующим представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде. Здесь у нас какие основные параметры снимаются? Во-первых, это дыхательные. Два датчика их, два. Почему? Потому что кто-то дышит больше животом, кто-то больше дышит грудью. Ну и для надежности, то есть они дублируют друг друга. И получаются более надежные данные. Ну, вы знаете, да, там, то, что дыхание, оно очень сильно связано с психикой, там, даже в зобу дыхание спёрло, там, и так далее, неровно дышит. То есть всё это вот про эти вещи. Также датчики кожно-гальванической реакции, иначе говоря, они снимают плодотделения. Да, некоторые люди потеют достаточно сильно, чтобы это было заметно, некоторые потеют в гораздо меньшей степени, но всё равно изменения в этом отношении происходят, и датчики достаточно чувствительны, чтобы в любом случае зафиксировать. Что ещё у нас здесь? Это датчики сердечно-сосудистой деятельности, это датчик плетизмограммы, то есть кровонаполнения мелких сосудов, капилляров. В данном случае это датчик фотоплетизмограммы. Есть у нас ещё один его вариант, это датчик пьезоплетизмограммы. Ну и знакомый вам датчик артериального давления, точно такой же, как на медицинских приборах. То, что вы видите внизу, это датчики тремора, то есть они размещаются, может быть, где-то под ногами, на сидении и так далее. То есть это снятие колебаний, физических сокращений, для того, чтобы дифференцировать реакции, ну, от каких-то шевелений побочных, но в том числе и противодействия, как вариант. В России методом инструментальной детекции лжи с использованием полиграфа занимались в основном в 30-й лаборатории КГБ. К 1979 году в СССР профессионально и официально это могли делать от силы 10 человек. Фундаментальных знаний получить было особенно не у кого, поэтому опыт приобретался методом проб и ошибок. А вот сейчас существуют специальные образовательные программы, по которым обучают будущих специалистов-полиграфологов. Сейчас у нас проходит обучение специалистов для ОМВД Паризанской области. Также присутствуют представители Следственного комитета. В данном случае это один человек всего лишь обучается у нас на договорной основе. Регулярно в Академии в Синроссии профподготовку в учебном центре проходят сотрудники уголовной исполнительной системы, чаще всего кадровые работники. Люди пытаются ввести в заблуждение, но не полиграф, а все-таки специалисты, потому что полиграф – технический прибор, как холодильник и телевизор, их тоже невозможно обмануть. А вот специалистов пытаться ввести в заблуждение – это очень распространенная практика, конечно, люди пытаются это делать. Но в основном это на бытовом уровне, когда люди читают что-то в интернетах, где-то какие-то книжки пытаются использовать. На бытовом уровне это малоэффективно. Вот в принципе это достижимая цель, то есть ввести в заблуждение специалистам, но для этого нужно две вещи. Знание особенностей работы конкретного специалиста, какими методиками он пользуется, как он выявляет противодействие и так далее. И достаточно длительная подготовка под этого специалиста, под его методики, выбор правильной стратегии, противодействие. Тогда эта задача может быть реальной. Но вот на бытовом уровне, скажем так, человек что-то почитал, и в течение пяти минут или одного дня как-то попробовал подготовиться к человеку, который работает в этом направлении, с которым не знает, как он работает и так далее. То есть это задача, скажем, практически невыполнимая. Все в основном зависит от опыта специалиста. Есть у нас мои коллеги, которые еще до того, как полиграф присоединили, цитирую одного моего товарища, старшего, в 80% случаев после предварительной беседы полиграф мне уже не нужен. С недавних пор обучаться работать с полиграфом здесь набирают и сотрудников других ведомств, полиции и следственного комитета. Процесс подбора сотрудников в эти ведомства особенно тщателен, в связи с чем существует необходимость готовить кадровиков, умеющих применять в работе детектор лжи. При приеме на работу кандидат проходит конкурсный отбор, тестирование и собеседование, а некоторые организации, переняв опыт разведслужб, используют полиграф при приеме на работу. Вопросы оператора и ответы кандидата обрабатываются и позволяют безошибочно судить об испытуемом. Опираясь на выводы, которые предоставит полиграфолог, работодатель принимает решение, будет кандидат принят на работу или нет. Конечно, прежде всего полиграф используется в деятельности правоохранительных органов, и поэтому чаще всего обучение в центре проходят сотрудники уголовно-исполнительной системы. А для тех, кто решил связать свою жизнь с УИС, в Академии ФСИН России скоро пройдет День открытых дверей. 13 ноября 2016 года в 11.00 на базе Академии ФСИН России состоится День открытых дверей. Мы приглашаем всех абитурентов на встречу с руководством Академии, на котором они получат информацию об образовательных программах высшего образования, реализуемых Академией ФСИН России за счет средств федерального бюджета и на платной основе. Также они получат информацию о порядке поступления в Академию ФСИН России и особенностях отбора на обучение. В рамках Дня открытых дверей состоится ознакомление с учебно-материальной базой Академии, где будут проведены экскурсии по учебным аудиториям, библиотекам Академии, спортивному корпусу, местам проживания курсантов. Будут представлены выступления группы курсантов по применению специальных средств и пресечению каких-либо чрезвычайных ситуаций, массовых беспорядков. Будут организованы выставки криминалистической, полиграфологической техники, выставки оружия и специальных средств. Какая-либо дополнительная информация будет размещена на сайте Академии. Приглашаем всех абитурентов. С вами была программа «Вызов принят» и Марина Комиссарова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин